Друзья, прежде чем начать, хочу напомнить вам о лайках под этим выпуском. Благодаря вашему участию нас слышат многие. Не забывайте также подписываться и оставлять комментарии, что помогает ролику попасть в тренды Ютуба. Белорусский доброволец Денис Урбанович ранен в Украине. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила журналистка Любовь Лунева. Инцидент случился в результате взрыва мины. К счастью, ноги и руки остались целыми, но не обошлось без контузии, в результате чего у мужчины пропал слух. С Денисом были еще трое человек. Все они были ранены. Денис Урбанович – лидер белорусского оппозиционного движения «Молодой фронт». Во время так называемых президентских выборов 2020 года и после них неоднократно был осужден на 15 суток ареста. В конце прошлого года переехал в Украину и с началом российского вторжения вступил в терроборону. Сейчас активист служит в белорусском полку имени Калиновского. Напомним, что с 24 февраля в Украине погибли уже 6 добровольцев из Белоруссии. Назвать точное количество тех, кто воюет против российской агрессии сложно, но в одном только полку Калиновского насчитывают около 500 добровольцев, которые участвовали в ожесточенных боях под Киевом. Бывший боец специального подразделения «Алмаз» Игорь Макар передал изданию «Наша Нива» аудиозапись, на которой якобы бывший ОМОНовец Павел Кулаженко, а также известный как блогер «Экс-ОМОН», рассказывает о планах ликвидации руководителя фонда «Байсол». На аудиозаписи мужчины обсуждают, что сначала нужно попробовать собрать компромат на Андрея Стрижака и передать его в местные органы Литвы и Латвии, чтобы добиться возбуждения уголовного дела. В этой схеме бывший человек хочет использовать Светлану Тихановскую, которая после начала проверки должна была бы отречься от Стрижака. В случае, если такой план не сработал бы, Кулаженко рассматривает вариант убийства руководителя фонда с применением яда. Вся инициатива, судя по информации Макара, исходила от Ольги Карач. Сама же руководительница центра «Наш дом» у себя в YouTube-канале заявила, что написала заявление в полицию Вильнюса с просьбой начать уголовное дело и провести расследование касательно людей, причастных к этой аудиозаписи. Что касается Кулаженко, то Белсат он заявил, что на данный момент не видит необходимости комментировать ни колорадского фаика, ни желтую Ниву. Речь, видимо, шла о Макарии и нашей Ниве. Андрей Стрижак, в свою очередь, заявил, что его ликвидация никак не повлияла бы на работу фонда, потому что она не завязана на одном человеке. В Минске огласили приговор 37-летнему Вячеславу Маличуку. Его признали виновным сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе в подготовке и покушении на акт терроризма. За это Вячеслав получил 22 года колонии строгого режима. Напомним, 26 марта прошлого года МВД заявило, будто бы предотвратило теракты в Минске и в воинских частях в Печах под Борисовом. Якобы их готовил мужчина, получивший задание от инициативы Байпол, которая, к слову, как раз и предупреждала об опасности терактов на День воли. На следственном видео Маличук заявил, что не имеет специальной подготовки, а сделать взрывное устройство его научили знакомые из телеграм-чата. Судили же Вячеслава одного, без сообщников, поэтому есть вероятность, что Маличука банально подставили белорусские силовики. Как минимум в этом они точно знают толк. В Минске начался суд над вдовой Андрея Зельцера. Процесс проходит в закрытом режиме. Марию Спенскую могут отправить на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Напомним, девушки предъявили обвинение в соучастии в убийстве сотрудника КГБ. Марию задержали 28 сентября прошлого года после перестрелки, в результате которой погибли ее муж и ворвавшийся в их квартиру силовик. Сначала Успенскую держали на Крестино, после чего перевели в СИЗО. Также Марию отправляли на медицинскую экспертизу, о результатах которой до сих пор ничего не известно. По версии КГБ, сотрудники ведомства пришли в квартиру Зельцера, чтобы отработать адреса людей, причастных к террористической деятельности. Чекисты тогда заявили, что по сотрудникам открыли огонь на поражение, после чего Андрей Зельцер был застрелен в ответ. Марии Успенской 40 лет. Вместе с мужем они воспитывали 8-летнего сына. В момент перестрелки Мария была в квартире и снимала происходящее на телефон. Медицинские вузы Беларуси перестали выдавать учебные планы, которые нужны для трудоустройства за границей. Как сообщает Зеркало, это происходит по рекомендации Минздрава. Учебные планы вузы не выдают по всей стране. В Гродненском медицинском университете сообщили, что такое ограничение ввели с 23 мая. Однако, судя по всему, такое новшество не сильно изменит ситуацию с отъездом медиков. Например, в Великобритании белорусам для работы в любом случае нужно сдавать экзамен. О том, что без учебного плана можно обойтись, рассказывают и белорусские врачи из Германии. Там есть два варианта получить лицензию с экзаменом и без. Для первого учебный план не нужен. Врач находит место в клинике, собирает пакет документов и подает его в местное Министерство здравоохранения, после чего сдает экзамены. Тем не менее, Минздрав всеми правдами и неправдами пытается справиться с нехваткой врачей. На 29 мая в банке вакансий для них было размещено почти 4000 позиций. В трех странах мира запланирован белорусский книжный фестиваль «Продмова». Это мероприятие для авторов, редакторов, издателей, музыкантов, дизайнеров и всех, чья жизнь связана с литературой и издательской деятельностью. В этом году, кроме белорусов, в нем примут участие также иностранцы, среди которых нашлись и русские, что вызвало волну хейта на фоне войны в Украине. Больше всего в соцсетях люди начали обсуждать творческий вечер российского кинокритика Антона Долина, мол, какое отношение он имеет к фестивалю белорусской культуры. Кроме того, с точки зрения политического контекста, организаторов критиковали за приглашение на мероприятия российских спикеров, таких как Виктора Шендеровича или Леноры Горалек. В итоге, в знак протеста, ряд белорусских и украинских мероприятий из программы исчезли. Белорусский культуролог Максим Збанков свой отказ от участия в фестивале прокомментировал недовольством тем, что русские блюда подают с восхищением и уважением, и что когда украинские участники исчезли из программы, организаторы этого словно не заметили. Те, в свою очередь, заявили, что они руководствовались белорусским опытом, когда режим и гражданство — это не знак равно. Фестиваль пройдет с 4 по 26 июня в Тбилиси, Кракове, Варшаве и Вильнюсе. Друзья, для тех, кто устал от тяжелых новостей, сегодня в 20.00 на нашем втором канале «Маланка.Лайв» предлагаем принять участие в онлайн-игре «Маланка.Квиз.Шоу». Ведущая страна для жизни Евгений Соленков и Андрей Марков проведут для вас интерактивную игру с интересными вопросами про события прошлого и настоящего в Белоруссии и за ее пределами. Вас ждут занимательные факты, шутки, позитив и приятная компания. Спасибо, что остаетесь с нами. Живи Белоруссии! Слава Украине!